Здравствуйте, меня зовут Леяна, на самом деле я из Казани, но как на ноги на спичи... Здравствуйте, я представляю костюм Основы, который играет пирама и который превращен в ослиную голову. Давайте разберемся, кто эти трое. Основа – это ремесленник. Человек простой и по достатку сильно отличающийся от остальных простых героев. Реальный персонаж. Его костюм сам по себе изношен, но при этом в него вложена душа. У него золотые руки, так как он ремесленник, поэтому все сделано с любовью. Он играет пирама, царя. Поэтому грим выполнен в виде театральной греческой маски, напоминает ее. У него на фиболе маска, которая сидит на правом плече и тоже играет как символ перевертыш. При этом она декорирована. Сам его плащ, он, как бы это сказали римляне, предлагает нам сыграть палеату. То есть мы как бы не греки, но пытаемся в них сыграть. Поэтому его плащ по пластике и по фактуре напоминает Средиземное море. Это сухой песок. Для этого я зажигала белизной хлопковый ремс. Он покрыт марлей. Это напоминает морскую пену, из которой могла родиться Афродита. И золотые брики, которые выполнены с помощью потали. На его голове венок, который посвящен Аполлону. Сам Основа считает, что он прекрасен и поэтому чтит себя равным Аполлоне таким же прекрасным, как он. Но когда происходит магическая трансформация и наш герой сквозь зеркало превращается в ослах. Эта история проассоциировалась для меня с греческой культурой, с золотым ослом Аполлия, с любовью и эросом в деревне Греции. И, конечно же, с культурой карнавала и современной кинки пати, которая очень отзывается во всей карнавальной культуре для меня. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно же, говоря об осле, мы не можем обратить внимание на то, что и сам Шекспир называет осла задницей. И для самого осла это очень важный элемент тела, поэтому я использовала накладные пролоновые ягодицы, которые меняют пластику актера и делают его неуклюжим. Один из главных элементов – это голова актера, которая поглощена ослиной головой. Она работает не только в локации моего художника-оформителя благодаря зеркальным племкам и зеркально-прозрачным ушам, но и во всем пространстве перформанса. Так как есть конструктивные фермы, и в них голова как бы теряется, и осел поэтому неожиданно появляется перед нами. Также, когда Титане даруют осли на голове свою свиту, его голова зажигается диодами. Титане – это прекрасная элька, которая теперь служит ослуг. Сам костюм выполнен по спортивно-цифровой технологии. Это дефлекс, теплых холодных оттенков, бархат и сетка. Они нашиваются друг на друга, а сверху, с помощью техники сухого валяния, я накладывала суровую и отбеленную паклю. Если комбинезон как второе тело актера, то пакля – она как осливная шкура. И это, наверное, один из самых главных моментов в моем костюме, потому что вот это объединение высокого и низкого, объединение низкой любви и высокой любви по правилам, любви с обязательствами, и вот этого животного чувства, вот этот поиск человека и животного, и того, где мы отличаемся. Это то, что искали люди в Возрождении и то, что люди ищут сегодня. Спасибо. 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 Я просто являюсь спецталином как раз по уличному этапу и, опять же, продюсером больших шоу. Я заметила ваш костюм сразу, потому что она отличает абсолютно всем критериям больших уличных шоу. И заметным, и конструктивным, и материалом, и всем-всем-всем. И это очень здорово, потому что все, что вы сказали, было мною прочитано в этом костюме. Браво. Спасибо.